Герои не заставили себя ждать. В Красноярск на краевой фестиваль ГТО съехались представители более 40 муниципалитетов. Сначала они посмотрели красочное шоу «Открытие» и «Парад команд», а потом начались сами соревнования. Итак, мы встречаем первый забег мальчика в третьей ступени. В программу фестиваля входит 9 видов, например, бег, прыжки в длину, метание мяча, а также отжимания и подтягивания на перекладине. Для каждой возрастной группы свои нормативы. В фестивале принимают участие как подростки, так и те, кто еще помнит тот советский ГТО. Мы всю жизнь, с детства создавали ГТО, и, естественно, продолжение следует, называется. Очень интересно, конечно, для, как мы всегда говорим, для здорового образа жизни, для нашего потенциала, для того, чтобы нам жить было веселее, для того, чтобы нам было интересно жить. Семья Борисовых приехала на фестиваль из Иландского района. Пока их дети бегают на стадионе, родители готовятся к выполнению норм на крытой площадке и нашли время рассказать, что им дает физкультура. В первую очередь сплоченность, единая цель, намного лучшее взаимопонимание в семье, чувство товарища, локоть ближнего. Физкультурно-спортивный комплекс в Крае внедряют с 2014 года, и за это время знаки ГТО получили более 3700 человек. Все это делается не только для того, чтобы получить золотой знак, а все это делается для того, чтобы своим примером, объединившись старшее поколение, люди среднего возраста и малыши, занимались физкультурой и спортом. Это для нас основная задача, это основная цель комплекса ГТО. По 8,5 часов нужно заниматься физической культурой. Это бывает и разминка утром, гимнастика какая-то, и в течение дня посещение спортзала. Ну и понятно, если каждый человек будет соблюдать эти рекомендации, то он будет красивым, активным, здоровым. Краевой фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» продлится еще два дня. За это время должны появиться новые обладатели значков ГТО и те, кто прочнее свяжет свою повседневную жизнь с физкультурой и здоровым образом жизни. Андрей Сарады, Максим Галат, Новости.